В московском СИЗО Бутырка замерзают арестованные. Они вынуждены спать в камерах без окон. Об этом в своей группе поддержки сообщил студент Ибрагим Аруджев. Его обвиняют по статье «Терроризм». И якобы он готовил теракт, хотя на самом деле фотографировал столичный военкомат. Ну и вот сейчас температура воздуха в Москве по ночам опускается до плюс 5 градусов, а окна в Бутырке сняли еще летом. Во время жары и, собственно, до сих пор их туда и не вернули обратно. И по словам Аруджева, из-за холода заключенные спят в теплой одежде, они болеют. А чтобы согреться, танцуют в камере. Есть даже его цитаты, что им включают телеканал Муз-ТВ, там крутят разную музыку. И им особенно нравится песня Люси Чеботиной. Мы подпеваем и танцуем под нее всей камерой, говорит Аруджев. Что вам про это известно? Действительно ли такие проблемы бытового характера, что не могут вернуть окна, а на дворе, я напоминаю, октябрь, это вот что-то распространенное. Это так было всегда, условно говоря. На этой неделе ФСИН отличился несколькими пресс-релизами, которые касаются состояния политических заключенных и именно температуры в камерах. Я увидела пресс-релиз Владимирского ГУФСИН касательно температуры в камере Алексея Горинова. Это, конечно же, было опровержение, что появились сведения в сети интернет, что очень холодно в камере у Горинова. Пришла специальная проверка, все померила температуру, все опровергла. Из этого пресс-релиза следует, что да, действительно проблема, по крайней мере, была. И второй пресс-релиз касательно состояния Алексея Солдатова. Я напомню, это отец журналиста-расследователя Андрея Солдатова. Собственно, нет сомнений, что из-за деятельности сына он и сидит. И вообще он считается одним из отцов-основателей русского интернета. И были сведения о том, что он упал в оборок на краткосрочном свидании с женой, ударился головой. И пресс-релиз СИН это все категорически опровергает, что чувствует себя прекрасно. Сознание не терял, не падал, но, извините, это было на свидании с женой. То есть это со слов жены, поэтому, опять же, в этом можно не сомневаться. И я уверена, что и СИН опровергнет оружие и его сведения. Но это действительно так. В Бутырке сейчас очень холодно, и не только в Бутырке. Это связано, как ни странно, с войной. То есть, на самом деле, здесь нет ничего странного. Дело в том, что сейчас во всех СИЗО, практически по всей России, резко ухудшились условия содержания. И это не просто так. Это связано с законами, которые президент подписал вчера. Сразу два закона о том, что подсудимые тоже могут отправиться на войну. Значит, раньше отправлялись заключенные-осужденные, заключенные, получившие уже приговор, и заключенные находящиеся под следствием. Но и также еще и задержанные, как мы знаем, которых вербуют полицейские. Ну, то есть это такой метод давления и психологически, и физически. Да, это один из методов давления, что отправлялись немедленно и сейчас. И появился еще один метод давления ровно вот на тех же... У меня есть голосовое сообщение как раз из Бутырки по этому поводу. Сейчас следователи говорят, собственно, всем арестантам и подсудимым, и подозреваемым, и обвиняемым, что у них будет срок в любом случае выше высшего. Выше самой высокой планки по статье. И, судя по всему, такие же указания получили суды, чтобы люди быстрее отправлялись на войну. То есть их прессуют с двух сторон. И плохими условиями будет очень холодно, и рам никаких не будет, будет плохо, будут пытки, и будут лишения, будут избиения, будет плохое питание. А также... И все это будет длиться очень долго, потому что вы получите выше высшего. Мы видим, как загребают отовсюду в СИЗО на войну. И я на этой неделе насчитала, по крайней мере, четыре случая вербовки уже просто задержанных по регионам России. Среди них одна женщина, 50 лет, между прочим. Это случаи... Все четыре случая, это были мелкие кражи в магазинах. То есть, условно говоря, за две банки тушенки или бутылку водки задержанные люди отправляются на войну, потому что очень быстро объясняют, что будет дальше.